Рынки позиции Рынки позиции Рынки позиции Рынки позиции Рынки позиции Рынки позиции Рынки позиция Рынки позиции Рынки позиции И это очень даже ничего. Она повторяет сохранение тенденции восстановления. Единственная причина, по которой трейдеры, возможно, не отреагировали позитивно, ну, боялись, что Трамп может не сказать то, что от него ожидает. И, соответственно, это стало причиной ухода в безопасные активы, такие как Франк. Ну, действительно, он ряд тем не затрагивал. Например, отношения с Россией, чему и российская сторона тоже была удивлена. И ядерную программу КНДР, и также конфликт в Сирии, противостояние со СМИ и прочие вещи. Да, не затрагивал. И в то же время он затронул то, что интересно для тех, кто покупает доллар. Поскольку изначально всех интересовала налоговая реформа, всех интересовали подробности по поводу роста бюджетных расходов в рамках масштабного инфраструктурного проекта. Конкретики, признаю, особо нет. Но то, что Трамп по прошествии больше, чем месяца после своей инаугурации, все-таки вернулся к теме вот этих стимулов, это уже позитив для рынка. Потому что последние несколько недель подряд мы слышали только одни протекционистские лозунги, которые стали причиной активного выхода из американца, поэтому доллар у нас слабил вдоль всего рынка. Сейчас доллар набирает обороты, потому что наконец-таки услышал от Трампа то, что хотел. И Трамп поступил как бизнесмен, то есть последовал делом за словом. Соответственно, теперь после Трампа мы можем фокусироваться на предстоящем решении американского регулятора по поводу процентной ставки. Если те ориентировались на стимулы Трампа, сейчас их получили. Может быть, самое время поставить на скорое ужесточение монетарной политики и, соответственно, придерживаться прежней длинной позиции. Как вы считаете, Станислав, что будет с долларом при Трампе? Сейчас все-таки бизнес будет лоббировать свой интерес, который складывается из-за ослабления американской валюты? Или будут какие-то другие стимулы? В данном случае бизнес скорее заботит не крепость американской валюты, а тот ландшафт регулирующих мер, который должен измениться после прихода к власти Танальда Трампа. Слишком много было сказано слов в отношении традиционной энергетики, в отношении реформы системы здравоохранения. Пока что каких-то конкретных шагов еще не последовало и, по всей видимости, не последует. Законодатели уходят в отпуск в августе и все, что они успеют сделать, так это, скорее всего, только изменить Абамакея. В то время как инфраструктурные расходы и снижение ставки на корпоративный налог на прибыль может произойти лишь позднее. Поэтому бизнес пока разделился на два лагеря. Еще очень большая тема – это налог, который будет взиматься с импорта. Продукции, которые вводятся в США, выиграют определенные категории бизнеса, другие, наоборот, пострадают. Вопросы иммиграции, слишком много вопросов. Но пока вопрос иммиграционного нового законодательства отложен, поскольку никаких новых мер не предпринимает Трамп, по крайней мере, сегодня. Дональд Трамп уже взял отвод и сказал, что его, вернее, помощники сказали, что он готов смягчить. Но, Станислав, если мне не изменяет память, вот еще в своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о том, что американский доллар довольно крепок уже и нужно что-то с этим делать. Вот как бизнесмен, который пришел к власти, будет ли он какими-либо мерами ослаблять американский доллар? Не в силах Дональда Трампа повлиять на среднесрочную и долгосрочную перспективу американского доллара. Его комментарии, которые звучали, в первое время, они, конечно же, потрясли финансовые рынки и привели к ослаблению американской валюты. Но такая пластинка долго играть не будет, потому что есть фундаментальные факторы в виде изменения процентных ставок. И в Федрезерв вчера три человека говорили о том, что нужно сокращать баланс и нужно серьезно думать о том, чтобы повышать ставку уже в марте. Поэтому на этом фоне американский доллар будет укрепляться, как бы того ни хотел Дональд Трамп и его помощники. Но, в свою очередь, для России, для российского рубля, это означает, что нет потенциала, вероятно, для, Артем, существенного укрепления российской валюты, если будет укрепляться американский доллар под воздействием фундаментальных показателей. Какой риск несет российская валюта? Или мы тоже можем как-то в силу плавающего валютного курса быть более ограждены от влияния внешних факторов? Если говорить про риски, с которыми может столкнуться российская валюта, их нужно искать сейчас при всем уважении к Трампу и к экономике США, не там. Все гораздо ближе. Это национальный, важный, значимый сырьевой актив и нефть. Соответственно, если пытаться спрогнозировать долгосрочные ориентиры и то, что может произойти с рублем, нужно искать все ответы именно в том, что может случиться с нефтью. Поэтому мы, кстати, говорили в понедельник уже о перспективах нефти. Я не вижу там ничего хорошего. И если отметить цель, скажем, на несколько месяцев, полагаю, что пара доллар-рубль при поддержке все-таки Трампа, сильного доллара и еще потенциальной слабости нефти может забраться выше 60. Ну, еще и валютные интервенции, которые проводятся. Все верно, согласен. Все в одном. Давайте посмотрим на сегодняшние рекомендации. Начинает команда технического анализа. Станислав, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо. Сегодня у нас рекомендация связана с покупкой компаний акций в Facebook. Завтра на торги выходит компания Snapchat, которая воспринимается многими как конкурент Facebook, но это на самом деле не так. И изобретение Марком Цукербергом Instagram History говорит о том, что у Snapchat уже нет хорошего будущего и им придется отказаться от наполеоновских планов. Хотя, в принципе, это должно пройти на ура. По акциям Facebook могу сказать, что технически есть отличный момент. Возьмем классику Ларри Уильямса. После выхода отчетности 2 февраля был образован ударный день. И буквально несколько дней назад мы прорвали экстремум, который был образован в этот день, что говорит о прорыве волатильности. Это означает, что спираль роста будет дальше раскручиваться в ближайшее время. Я жду, что акции Facebook в марте достигнут отметки 145 долларов. Думаю, что и сегодня, в рамках сегодняшнего дня, мы увидим продолжение ралли на американском рынке акций на фоне выступления Трампа и в акциях Facebook. Я жду, что в рамках сегодняшних торгов даже акции Facebook могут достичь отметки 139.80. Стоп рекомендую поставить на отметку 134 доллара. А покупать я рекомендую сначала торгов. С фундаментальной точки зрения Facebook это не Snapchat. Snapchat 158 миллионов пользователей, которые дают в среднем всего лишь доллар с небольшим. В то время как у Facebook практически 5 долларов приходится на каждого пользователя. И таковых уже 1,28 миллиардов человек. В скором времени вся Африка откроется и останется на Facebook. В Facebook есть еще другие фундаментальные факторы. Это монетизация Messenger, монетизация WhatsApp, есть Oculus, есть планы амбициозные по выходу на рынок ТВ-контента. Будет приложение у Facebook. Так что думаю, что у Facebook отличная перспектива. Несмотря на Snapchat, все-таки нет ли риска того, что, как вы говорите, будет проходить на ура размещение Snapchat, которое завтра как раз состоится, сегодня будет объявлена цена размещения. Так вот, не оттянет ли обороты биржевые из Facebook на Snapchat? Не оттянет. Технически картина угадывает на то, что у Facebook просто есть очень интересные перспективы дороста. Snapchat это история двух дней. Это будет как Twitter. Пару недель мы порастем, потом заканчивается локап период, и нынешние акционеры могут выйти из этих акций, и мы увидим обвал котировок. А что вы считаете, Артем, во-первых, цена размещения, будет ли это около верхней границы, либо не очень, поскольку монетизация, как мы уже слышали от Санислава, у Snapchat не такая уж прям прозрачная и хорошая. Что думаете? Ну, возможно, действительно, если говорить про размещение, оно пройдет по верхней линии. Что касается перспектив, вот согласен с коллегой, то, что действительно у Snapchat не очень хорошее будущее сейчас, с учетом IPO и с учетом тех цифр, с которыми вообще могут работать сейчас те, кто хочет обратить внимание на эту бумагу. Достаточно посмотреть на то, как закрываются последние года, в принципе, каких планов придерживается, и то, что им действительно не везет. Проводятся колоссальные разработки, пытаются их внедрить, но всегда находятся те, кто их опережает. Поэтому приходится про Instagram. Вот все правильно. Что касается перспектив, здесь, думаю, что ралли может состояться, но думаю, что оно будет не таким удачным, как с Twitter. То есть, мы помним, Twitter после IPO вылетел вверх на 75%, потом скорректировался. Думаю, что ралли будет поскромнее. Станислав, если в двух словах, стоит ли нашим зрителям участвовать в IPO Snapchat, если у них будет такая возможность? Я думаю, что нет, потому что Instagram History уже оттянул аудиторию, а темпы роста аудитории уже в четвертом квартале приблизились к нулевой отметке, в то время как у Facebook она составляет 60% до сих пор. Ну что ж, а теперь пришло время узнать, какой смысл в свою рекомендацию вкладывает наш фундаментальный эксперт. Артем, ваши две минуты. Сегодня я хочу предложить сделку по продаже австралийской валюты против американского доллара. На текущий момент эта валютная пара представляет большой интерес как с точки зрения техники, так и с точки зрения фундамента. С точки зрения техники пара находится на отметке недалеко от отметки 0,77 и видно то, что никак не хватает силенок, чтобы закрепиться выше. С точки зрения фундамента мы видим, как австралиец настойчиво, охотно игнорирует все фундаментальные факторы роста, которые появляются на рынке. Буквально мы эту неделю начали с подтверждения того, что национальный австралийский фондовый рынок показал по итогам четвертого квартала потрясающие результаты. Вырос больше, чем на 20%. Это самый лучший результат, по-моему, с 2001 года. Выстрелил горнодобывающий сектор, понятно почему, потому что растут параллельно цены на железную руду и уголь. И даже несмотря на то, что эксперты закладывают уже факт оздоровления фондовой секции в качестве предпосылки для роста на национальной экономике примерно на 0,9% в ближайшее время, австралийцы эти новости полностью проигнорировали. Сегодня утром, буквально несколько часов назад, вышли данные по ВВП. Тоже годовой показатель прироста 2,4%, месячный, точнее квартальный, поскромнее, конечно же, 1,1%. И здесь тоже австралиец особой поддержки не получил. О чем это говорит? Это говорит о том, что трейдеры фокусируются на последних комментариях руководителя Резервного банка Австралии, Филиппа Лоуи, который отметил три главных риска, с которыми столкнется австралийский доллар в самое ближайшее время. Это потенциал снижения китайской экономики, это разочарование в статистике, это рост задолженности домохозяйства и, возможно, снижение цен на те сырьевые активы, которые я обозначил. Поэтому по австралийцу сейчас еще, понимая, какой потенциал роста есть у доллара, нужно ставить на продажу. И самый, на мой взгляд, прекрасный вариант сделать это либо с отметки 0,77, но моя рекомендация сегодня сделать это с отметки 0,7650. Какие уровни мы ждем и где ограничивают риски? Это сделка актуальная внутри сегодняшнего дня, среднесрочно, в качестве среднесрочного ориентира. Это 0,75, даже пониже попробовать пробраться. А что касается стоп-лосса, ну, здесь нужно уже поставить 0,7750. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Я напомню, что и свои вопросы и комментарии вы можете присылать на адрес электронной почты battles.rbctv.ru. И напоминаю, что команда технического анализа на текущей неделе представляет Станислав Вернер, независимый управляющий активами, а команду фундаментального поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. На данный момент счет команд 1-0 в пользу фундаменталистов. Это была программа «Рынки позиций» Елена Хрупова. Не переключайтесь, всего вам доброго.